44-й квартал улица Жердева. Здесь обрезка деревьев уже произведена. Местные жители обеспокоены тем, что все насаждения остались без веток. Но специалисты горлесхоза уверяют, все работы выполнены с соблюдением необходимых санитарных норм. Обрезается по 6-7 метров, 8 метров. И чтобы была живая часть дерева, он же вершина подсушена, по живой части режется, закрашивается. Обратите внимание, все деревья закрашены. И после этого начинают распускаться новые почки, начинают новые побеги идти. Новые побеги, новые ветки омолаживающие получились. Но, конечно же, как после любой операции, остается шрам. Видно, место обрезано. Еще один вопрос – насаждение вдоль тротуаров. Здесь уже обеспокоены общественники. Кустарники мешают движению пешеходов. Молодые мамочки с колясками не могут проехать про тротуар, потому что летнее время леса загораживает тротуар. Дети не могут кататься на велосипедах. И рядом находится дом колясочников, которые на колясках не могут передвигаться по этим тротуарам. Есть четкий регламент, согласно которого кустарники и деревья не должны находиться к тротуару ближе, чем на полметра. По сути, такие насаждения можно спилить под корень, но сотрудники горлесхоза пытаются их облагородить. Ну, нужно, наверное, поднять штамп, да, вот этого дерева. Поднять его ствол. Ветки будут снизу, веток не будет уже. И сверху сформовать можно. Можно форму придать кустарчику. Также у горожан возникают вопросы по живой изгороди. На некоторых перекрестках вместо зелени можно увидеть такие вот обрубки. Сделано это для того, чтобы снизить аварийность на данном участке дороги. А по закону их быть вообще не должно. Здесь вообще, по идее, их надо убирать под корень. Но хотя бы сохранить живую зелень в нашем городе. Мы оставляем 50 сантиметров. Где-то 50-60 сантиметров. Потом начинают отрастать новые побеги, и мы их оставляем на уровне 70 сантиметров. Работы по обрезке деревьев продолжатся. Подать заявку может каждый через приложение «Активный горожанин». Батарламбаев, Бату Гармын. Новости дня.